В которых что-то делалось, и большинство людей просто не понимают, что там за параметры используются, что это за программа, как они запускаются, и никто не мог оценить достоверность происходящего. А достоверности там было немного, потому что нередко результаты вот этой деятельности напрямую противоречивали экспериментальным данным, что на самом деле является в реальности неправильным, но тем не менее люди эти утверждали, что у них все хорошо и что они что-то там видят. Поэтому с другой стороны я хочу, чтобы у вас по результату прослушивания этого курса осталось некое ощущение о том, что правильно, что неправильно, и вы могли бы с определенной долей скептицизма и, может быть, не очень экспертного все-таки какого-то мнения оценивать чужие результаты. Так, значит, теперь немножко об том, что у нас будет в курсе. Значит, связи с тем, что это курс по выбору, по-моему, я не знаю, насколько там это давно, но мы уже давно с учебной частью договорились, то, что первая лекция, она является, скорее всего, рекламного характера, на которой я пытаюсь объяснить, зачем вам надо сюда ходить. А вы, в принципе, еще вполне вправе сами себе решить, куда вы будете ходить сюда или на квантовую механику. Поэтому первая лекция я буду рассказывать о том, какие-то ключевые слова, может быть, какие-то картинки, какие-то объяснения на пальцах о том, что... Я буду рассказывать о том, какие, собственно говоря, методы и подходы мы будем, я пытаюсь вам рассказать и донести их в суть. Итак, значит, у нас здесь пробуждается, как вы поняли, одна лекция, один практикум. Практикум будет у нас стандартный в нашем всеми любимом классе. Но здесь есть одна особенность, то, что у нас с вами будет возможность поработать на суперкомпьютере. В принципе, это тот же самый Кадамо, только немножко другие команды. Вы запускаете, там что-то происходит. Единственное, что происходит на достаточно большом количестве ядер вычислительных, там можно использовать графические ускорители. И это, собственно говоря, может кому-то интересно, но в большинстве случаев нет. Просто считает быстрее и все. Итак, общее содержание курса. Значит, здесь я попытаюсь рассказать о том, как... Дело в том, что любое моделирование – это так или иначе упрощение. Большинство из вас знает, что там есть некое замечательное уровень Широдингера, которое по-настоящему можно решить только для водорода. Ну, то есть для системы, аналитически решается только для системы, состоящей из двух частиц. Если там более чем две частицы, то есть три и более, то это нерешабельно. Собственно говоря, и дальше начинаются всякие приближения. Так вот, все вот это вот моделирование – это набор приближений. В одном случае мы приближаем... В случае квантовой механики мы пытаемся несколько упростить взаимодействие электронов между собой и с ядрами, потому что полностью посчитать мы их не можем. В случае квантовой механики мы уже стараемся электроны описать более грубо. В принципе, вообще все электроны их не учитывать, а учитывать только положение ядер, то есть атомов в данном случае уже. Ну и есть еще более... Дальше упрощение – это когда некоторая группа атомов тоже определяется как одной частицей, и тоже, собственно говоря, происходит моделирование. Ну вот, собственно говоря, из этой всей концепции это называется... Если вы умеете применять все эти подходы, то это называется... По-русски будем называть это... Многомасштабное моделирование. Потому что по-английски это есть достаточно хорошая стоящаяся термина – мультискейл, который, собственно говоря, и описывает то, что в зависимости от того, какой процесс вас интересует, вы можете включать разную точность моделирования. Вот, собственно говоря, для этого нам нужно немножко ознакомиться с квантовой механикой. Там даже, так сказать, не с квантовой механикой в том виде, в котором, наверное, это понимают физики, а в том виде, в котором об этом думают химики. А именно даже, скорее всего, с квантовой химией – это не такое упрощение квантовой механики, которое относится к именно взаимодействию таких частиц, как электрон и ядро, и электронов между собой. Поэтому здесь было бы правильнее говорить о том, что все-таки квантовая химия. Молекулярная механика – это уже, соответственно, как вы понимаете, что здесь уже химии, наверное, нет. Это больше похоже на движение частиц, которые как-то рассчитываются. Но здесь, в связи с тем, что у нас с вами система-то совершенно очевидного свойства, нас с вами не интересуют ни полиэтилен, ни его строения, ни графены. Нас, скорее всего, чаще всего интересуют биополимеры. И поэтому, естественно, здесь на первый план выходят несколько другие свойства, которые обычно интересуют людей, которые работают с каким-то нано-материалом и так далее. Нас интересует, конечно, поведение биополимеров в растворах. Оно чаще всего определяется именно энтропийным фактором. И как результат у нас с вами становится важно понимать движение. Надеюсь, у всех понятно, что энтропия связана с движением интуитивно. Помните, дельта G равняется дельта H минус T дельта S. Чем больше T, тем больше влияние дельта S. А T — это напрямую движение. Хорошо. Значит, итак, естественно, что, как я говорил, когда мы говорим о мультимасштабном моделировании, то здесь возможны какие-то компромиссы гибридные. Это вот типа QMMM или Adaptive Resolution. К сожалению, большинство терминов, к сожалению, я буду говорить по-английски. Потому что, если честно, хороших установившихся русскоязычных терминов нет. Потому что вот эта штука Adaptive Resolution появилась пару лет назад в английской литературе. И удивительно, что в нашей литературе она еще не появилась вовсе. Ну, опять же, какие вещи, как методинамика и прочее. И, естественно, введение в методы Монте-Керло. Значит, про методы Монте-Керло это в лекциях будет, а в практику мы с вами будем уже обсуждать по отношению к Монте-Керло. Монте-Керло это способы дизайна белков. То есть как можно взять и создать белок заново. То есть того свойства, которое вы хотите. Значит, связь с тем, что, как вы понимаете, все здесь направлено на понимание структуры и структурных свойств. Но в результате таких обсчетов и расчетов появляется очень много информации. Там гигабайты, терабайты. И, естественно, анализ этих информаций дает нам то, что, собственно говоря, мы и хотим. А именно какие-то там энергии и прочее. Потому что ведь, наверное, должно быть тоже интуитивно понятно, когда мы с вами открываем рентген и видим одну конформацию белка, мы чаще всего полагаем, да, это, скорее всего, одна из основных конформаций белка. Но свойства белка определяются именно набором конформации, которые присутствуют для этого белка в растворе. И поэтому, собственно говоря, именно анализ этих конформаций является немаловажным элементом в понимании того, что у вас получается в случае мобилия. Поэтому здесь я здесь написал еще слово MSM. Давайте я это расшифрую. Это по-английски Markov State Models. А по-русски это, будем считать, что марковские модели состояний или конформации. Вот. Значит, здесь для вас тоже уже не секрет, у вас уже были ведь алгоритмы с Мироновым, правда ведь? И слово марковское что-то вас уже не должно пугать. Поэтому, поэтому, единственное, на самом деле ничего сложного. Единственное, что, как показывает практика, достаточно сложно реализовать, чтобы полностью построить модель. Но, тем не менее, о том, как это прямо используется, мы с вами рассмотрим. Естественно, я расскажу вам о том, как моделировать белки по гомологии, как моделировать их комплексы, как моделировать их как гетероденеры, так и гетероолигами... Сейчас скажу, как. Значит, у вас, когда есть многосубъединичный белок, состоящий из одного цепи белка, либо из разных цепей, собственно говоря, уже мультисубъединичные комплексы можем попытаться, будем с вами моделировать, и, естественно, учитывать, обсчитывать эти контакты в мультисубъединичных комплексах. Ну и, естественно, то, что, наверное, сейчас интересует всех, как бы разбогатеть, это создание лекарств. Но здесь, на самом деле, я не буду вам прямо-таки рассказывать, как вот здесь сейчас и пойти что-то сделать, просто скажу бы основные алгоритмы о том, как работает докинг, как нам работать с библиотеками химических соединений, как можно ненапряжно, собственно говоря, быстренько вытаскивать химическую структуру любого вещества и особо даже не думать о том, насколько вы правильно это сделали. Потому что уже на следующий момент существуют все базы данных, которые нам позволяют работать именно с химическими веществами уже примерно как с чем? Ну, как с белками, с напулиновыми кислотами. То есть, очень много информации уже накоплено, и она систематизирована в открытых базах данных. Вот. Ну, естественно, оттуда же можно попытаться изымать свойства легандов и попытаюсь рассказать вам о таком подходе, когда, если у вас есть какой-то активный центр, как можно создать Деново, какой-то леганд в нем, просто используя ту информацию, которая вам известна об этом центре. Это на самом деле кажется очень логично. Все, что нужно, вам в процессе нужно расположить некоторые радикалы, которые указывают какие-то некомонентные взаимодействия, и в результате чего у вас получится предполагаемое лекарство. Вот. Значит, теперь это про то, что про содержание лекций и о том, как все это работает, о том, что я буду рассказывать. Значит, формально все лекции я, естественно, выкладываю есть там где-то на сайте и по домой. Наверное, я все-таки обновлю теперь и те лекции, потому что некоторые содержания изменятся, но тем не менее. основной материал уже лежит там. По поводу литературы. Как вы догадываетесь, литературу я вам сказать не могу. В прямом смысле, потому что можно представить старые добрые книжки, которые, собственно, там тоже где-то на Кадаму на сайте лежат, ссылки на них, причем даже, по-моему, в лютонном виде. Вот. Но тем не менее книжки уже старенькие, некая информация в них не очень актуальна. Ну, это, наверное, связано, для вас не секрет, что все это моделирование напрямую связано с вычислительной мощностью компьютера, в который в последний момент в последнее время сильно развивается, и поэтому успеешь написать книжку, ее как следует вычитать, как уже что-то новое придумали, потому что все более и более мощные компьютеры. Вот. Поэтому это все касается лекций и материалов к ним. Ну, какие-то основные материалы там все равно будут. Что у нас еще по поводу лекций? Ну, наверное, ничего, тогда давайте я вам по практические навыки расскажу, которые вы, наверное, сможете получить. А я понимаю, что у вас уже пимол уже был с Алексеевским. Поэтому это я узнал только вчера вечером, когда посмотрел, когда стал вам закидывать практику, увидел, что у вас уже это было. И поэтому получается, что первые два занятия какие-то у меня странные, потому что они ориентированы на то, что вы знакомитесь с пимолом, а до этого как бы такого не было. Вы понимаете, у нас сместились несколько вот эти вот курсы. Поэтому я постараюсь придумать, как можно по извращению использовать пимол для того, чтобы рассказать вам то, что, наверное, вам, хотя мне для этого надо ознакомиться, что он давал Алексеевский, но я постараюсь посмотреть это сегодня-завтра и тогда поправлю. А сегодня я там допишу один маленький забавный прием, который я вчера нашел, о том, как можно использовать пимол напрямую из питона. Вы с питоном все должны уже быть в какой-то мере знакомы. Причем это все не обязательно, то, что я говорю. Но вы можете из айпитона управлять хорошо пимолом, и то есть это может быть гораздо более эффективно, чем писать скрипты непосредственно в консоль, в которой это делать неудобно. Так, значит, теперь пойдемте дальше. Ну, естественно, про пимол. Это там анимация, редактирование, моделирование, внесение мутации, генерация структур и скриптование, естественно. Это все, что предполагается, вы узнаете про пимол. Большинство я так понимаю, что вы уже знаете, но тем не менее. Квантовая механика. Тут будет у нас два занятия практических, которые посвящены сначала семиемпирическим расчетам, и надо отдать должное на сегодняшний момент достаточно, несмотря на то, что многие считают, что это неточный метод, но благодаря его высокой скорости и работе, то мы можем его активно применять в моделировании систем достаточно больших и связанных с белками. Поэтому мы попытаемся методами полуэмпирического моделирования может быть что-нибудь посчитать, даже пептидик, какой-нибудь катиончик и посмотреть, как располагаются рядом с этим пептидом и так далее. это я объясню почему и как это надо и какие есть разницы в этом. То есть какие есть особенности в этом моделировании. Также будут у нас более точные расчеты квантово-механические с помощью программы скорее всего корка, потому что и гамес тоже в основном будет корка для того, чтобы вы могли уже понимать всякие загадочные буковки, которые используют эти квантовые химики, потому что они часто пишут много загадочных сокращений, которые большинству людей просто непонятны, и рисовать красивые картинки с электронными плотностями. Ну это во-первых красиво, а во-вторых нередко может нести какую-то дополнительную информацию. Может вот здесь. Ну и естественно если вы умеете обсчитывать электронную структуру вещества, то вы можете подсказать некоторые свойства, которые утекают из этой электронной структуры. Допустим как оптический спектр. Ну это все относится как правило к небольшим молекулам. Так что у нас еще из практических занятий уже по молекулярной механике. Я боюсь конечно показаться занудным, но самый эффективный движок для работы с молекулярной механикой это громокс. Это некоторый уже давно сильно развивающийся проект и исторически было рассчитано так, что этот проект был ориентирован в основном на машины на вычислительные мощности на вычислительные машины невысокой мощности. То есть небольшие линукс-кластеры и так далее. Поэтому естественно создатели этого пакета исходно заложили очень высокую оптимизацию работы этой программы и даже набора программ. и как результат на сегодняшний момент этот программный пакет развился достаточно мощную и масштабируемую структуру систему, которая позволяет моделировать и на графических ускорителях, и на баконаренных процессах, на суперкомпьютерах и всему прочему. То есть это достаточно эффективная вещь. И собственно говоря, не знаю, что может быть сложно, что там нельзя мышки потыкать, потому что это набор консольных команд. Но тем не менее, я пытаюсь вам объяснить, что это действительно самый разумный способ использования подобного программного обеспечения. И вам будет на практику приложено с помощью суперкомпьютера некоторые на суперкомпьютере посчитать несколько разных систем и из них собственно говоря что-то увидеть. Ну допустим, с какой-то вероятностью вы сможете построить себе тоже такой же мультик, потому что у вас тоже будет что-то подобное. Видите, что здесь происходит, да? Или нет? Или еще раз запустить? Это была случайная смесь липидов и воды, а липиды в воде что у нас образуют? Бесслое. Действительно образуют бесслое. Видите, сам процесс образования бесслое. Это при определенном стечении обстоятельств у вас тоже произойдет. Почему определенное стечение обстоятельств? Потому что в той системе, которая вам будет предлагаться, это гетвероятность 0,5, что у вас соберется бесслое, а не мицело. Ну это просто есть забавные вещи. А почему это вероятность и процесс, я надеюсь, вы узнаете из реакций, а не дотерминический. Так, естественно, я попытаюсь вам рассказать о том, как моделировать реакции в белках. Здесь уже написано громакс плюс корка, но на самом деле здесь еще будет один участник процесса, так называемый плагин громаксу Plumet. Plumet это по-моему по-английски значит голубь, да? Не Pidgin, а Plumet, да. Ладно. Я, кстати, могу ошибаться. Вот. Здесь мы с вами уже будем использовать некие способы ускорение реакции. Ну, как можно ускорить? Ведь вы, наверное, понимаете, что реакция достаточно редкое явление, даже в белках, хотя белки и катализаторы, они ускоряют это явление. Но если бы белки работали с эффективностью там как катализатор одно превращение там в пикосекунду или в наносекунду, то это были бы очень быстрые белки. И, собственно говоря, на самом деле таких не бывает. Но чтобы преодолеть эти проблемы, естественно, мы с вами попытаемся воспользоваться некими ускорителями, в кавычках, которые помогают нам несколько увеличить вероятность того, что реакция произойдет. Вот это вот есть плагин Plumet. Он же позволит нам производить методинамику с помощью громокса, ну и прочие интересные вещи. О них это все тоже будет в практике. Там тоже будут задачи на выбор, там, произвести реакцию, произвести диссоциацию какого-то леганды из белка, либо попытаться даже промоделировать связан какого-то леганда с белком. Вот. То есть сам путь попадания леганды. Это зависит от того, насколько мне удастся подобрать быстро считающуюся систему к тому моменту, когда у вас все это будет. Я надеюсь, что это получится. Ну и даже можно мы попытаемся для некоторых случаев мобилировать процесс образования структуры. Тоже с помощью комбинаций громых с плуми. Это все будет на выборах. Каждый себе будет выбирать тот практикум, которому более интересен. Вот. Среди других подходов это те подходы, которые нам позволяют из какой-то стартовой структуры увидеть какие-то свойства и какие-то процессы. Но нередко бывает так, что вам, как исследователем, к вам приходит начальничек и говорит, а вот дорогой Иван, не сделаешь ли кдм структуру белка? Вы естественно что называется сделаешь? Вы естественно лезете в ПДБ, там его нет. Вот тут и начинаются вопросы. Как же это можно сделать? Ну собственно я вам это расскажу, как это можно сделать, как можно сделать структуру белка по гомологии, как можно сделать гетеро или гомо-лигомеры или димеры, как хотите, тоже по гомологии, по известным данным, либо попытаться даже произвести фолдинг белка с помощью вот программ типа розетта. Значит, тут надо признать, что это совершенно два разных типа программ. Если моделлер это для того, чтобы работать опять же из питона по большому счету с тем, что нам интересует, то розетта это программа, которая делает Монте-Карло в отношении к белкам. И если вы проведете любопытство и узнаете, как хорошо публикуются создатели розетты, то увидите, что некий Дэвид Бейкер, который собственно говоря является одним из основных создателей этого программного продукта, на следующий момент публикуется в малоизвестных журналах, Nature Science и ПНАС преимущественно. И очень не любит другие, ну и часто бывает и в других журналах, но тем не менее. А ведь успешность его публикации напрямую связана с тем, что эффективно используя программный пакет, он умудряется уже, пытается показать нам то, что на сегодняшний момент развития скажем так, этих методов и мыслей в этом области достигло того состояния, когда мы сможем с вами сами проектировать белки, проектировать ферменты, предсказывать, то есть создавать ту активность фермента, которая вам нужна для определенного белка и так далее. То есть именно вот на это я хочу как бы донести до вас, ну то есть это будут лекции, конечно, и практику, но в практику мне с розеттой наверное будет немножко страшновато, но я попробую, чтобы у нас тоже что-нибудь получилось. там будет докинг белок-белок с помощью розетты, докинг пептид-белок, когда структура пептида будет меняться при взаимодействии с белком, то есть вы сходу не знаете структуру пептида, а знаете, потому что он линеечка, и он будет собираться на поверхности белка. И может быть еще какие-нибудь методы работы с нуклеиновыми кислотами. Это опять же зависит от того, насколько мне понравятся результаты того, что там получается, потому что часто это может не работать. Вот. Амидуус, что не работать, это в том смысле, что это работает, но чтобы это работало, нужно потратить столько усилий и компьютерного времени, что это будет просто непремлемо для образовательного курса. Вот. Естественно, вы сможете также научитесь строить структуру белка с каким-то элегантом. Вот, допустим, это легко просто вы сами захотели, взяли, придумали какой угодно элегант, взяли, как захотели, какие угодно, заказали взаимодействие этого элеганда с белком и получили структуру. А потом проверять, как хотите. Вот. Это уже то есть используя методы молекулярной динамики, как у вас получится. Альтернативный подход, естественно, это опять же с помощью методов всяких Монте-Карло, это использование молекулярного докинга, когда вы пытаетесь расположить известное химическое вещество, которое низкомолекулярное. Здесь есть некоторая проблема в том, что это вещество должно быть иметь не больше 10-15 вращабельных связей. Вращабельные связи, вы, наверное, знаете, что это такое, да? Просто одинарные связи, у которых возможно вращение. И, собственно, говоря, проводить поиск того, где бы какое-то низкомолекулярное вещество, или не очень низкомолекулярное, но тем не менее, могло бы замодействовать с белком. Естественно, для того, чтобы это реализовать, сначала надо с вами найти место, в которое это вещество могло бы влезть потенциально и попасть бы туда, потому что по-моему, себе представить такую историю, что есть белок, в нем внутри большая полость, а вот как в эту полость попасть, никто не знает. То есть может попасть в воду, айон, еще что-нибудь по мелочи. И ожидать того, что белок раскроется и принц обошел элегант, было бы наивно. Поэтому, собственно говоря, для этого мы будем находить полости и пути, по которым что-то может попасть внутрь белка. Естественно, если вы визуально увидели, что все это хорошо, то тогда можно привести докинг и найти способ попадания, найти место связывания белка, какого-то элеганда в белке, если оказалось, что вы оказались настоящими учеными и для начала провели эту процедуру для известного комплекса белок-элегант, и это воспроизвело экспериментальные данные, то, естественно, вы можете взять уже другие элеганты и проверить, насколько они эффективно будут работать. Вот, собственно говоря, и тогда вы можете брать другие элеганты из бесконечно больших баз данных, написав небольшой питомовский скрипт. Вот, естественно, вот этот процесс называется скринингом, то есть отбор, поиск соединений, которые могли бы связаться с белком и быть его потенциальными ингибиторами. Так, тут появляется новое слово, которое вы, наверное, еще не знали, это химоинформатика. Надо признать, что химики этого тоже не знают слова в большинстве своих случаев. На самом деле это очень простая вещь, это то же самое, что биоформатика, только по отношению к небольшим химическим молекулам. Но связи с тем, что химические молекулы гораздо более разнообразны и не имеют какого-то общего строения, как в отличие от биополимеров, то здесь все несколько сложнее. Но тем не менее, мы тоже с вами научимся использовать такие вещи, как смайлс, смартс и что-то подобное. Вот то, что перед вами нарисован, это большая органическая штучка. На самом деле, как ее можно было бы описать с точки зрения компьютера? Ну, не знаю, нарисовать рисунок и расставить координаты атома в пространстве. На самом деле, все проще, есть подходы, вот, нарисовать, написать это с помощью строки. Просто обыкновенная строка из буквок, с помощью которой вы можете восстановить структуру вот этого сложного химического вещества. И это естественно, что это гораздо удобнее с точки зрения компьютерной обработки, и это позволит вам уже работать с химическими снилиями, не так с каким-то непонятными штуками, а именно как уже с веществом, у которого определены заранее кованентные связи, определены заряды и прочее, прочее, прочее. То есть строить то, что вы хотите. Естественно, что в этой строке заменив одну подстрочку на другую подстрочку, вы получите другое химическое соединение. И вы можете легко генерировать целые наборы разных химических соединений, которые у вас будут. Это у вас все тоже будет в практикуме и да, вы будете с этим работать. Так, у меня тут по расписанию сейчас должен быть перерыв. так, давайте я расскажу какие-то общие рассуждения на тему всего этого моделирования. Значит, на самом деле, наверное, для вас не секрет, то, что вещество состоит из очень маленьких частиц, эти частицы определяют свойства вещества, известно очень давно. есть утверждение, что это впервые предположил Лукреций. Это, наверное, догадывается, судя по имени, было очень давно. Но, тем не менее, полноценная и научно обоснованная информация о строении вещества была добываться недавно, то есть в начале XX века. естественно, это напрямую связано с развитием методов регенно-структурного анализа. И вы, наверное, помните, вам уже много раз рассказывали, что эти методы основаны на дифракции регеновских лучей, потому что у вас есть картинка, из которой вы можете восстановить вероятное строение кристаллической решетки, где, собственно говоря, и происходит у вас дифракция лучей и как раз вот так какая-то картинка. Теперь. Естественно, то, что часто бывало так, что исследователь, пытаясь установить структуру какого-то вещества, не мог для себя, не мог просто получить информацию из рогенно-структурных данных. Какие для этого есть причины могут быть? Наверное, для вас очевидны. То, что когда вы делаете какой-то осадок или твердое вещество, не факт, что это будет периодическим кристаллом. А если это не периодический кристалл, то дифракция на нем будет чер знает какая. И это, естественно, данные не будут расшифровываться. Даже никакой хорошей дифракции не будет. Будет смесь пиков. И как результат, естественно, люди попытались на основании того, что они находят для других веществ, используют информацию для того, чтобы построить структуру интересующих их веществ. И, естественно, в этом случае тоже стали думать, как это сделать. И самый простой и чрезвычайно эффективный способ это взять шарики, спички и втыкать в пластилиновые шарики спички примерно с теми параметрам, которые уже известны. Ну, а эти параметры, что это параметры, конечно, всего. Такие у нас параметры описывают взаимное расположение атомов. Если эти атомы связаны кованентно, то это, естественно, длина кованентной связи между ними и угол между кованентными связями. И еще может быть торсионный угол, если атомы не лежат в одной плоскости. И тут, собственно говоря, естественно, то, что подобрав одинаковую длину спичек, воспользовавшись стандартным транспортиром, вы можете легко построить любую молекулу из пластилинов, шариков и спичек. Единственное, что надо добиться того, чтобы это выглядело хорошо. Но, тем не менее, такие наборы существуют, даже можно делать шарики твердые. Естественно, то, что использование подобного набора сразу хорошо давало хорошие модели о том, как выглядеть вещество. Естественно, что это по понятным причинам, почему так. Потому что в реальности там все точно такое же, так и сильно меньше. Единственное, что есть одна маленькая проблема, возможны некомонентные далекие взаимодействия, которые трудно учесть на пластилиновых шариках. Но вы можете предположить о том, что если у вас два шарика, один красненький, другой синенький, таким образом плюс-минус обозначили, то они будут находиться по одной стороне от связи. А если они одинаковые зарядок, наверное, они будут по разности. Это все зависит от вашего именно вашего соображения о том, как все это работает. И как ни странно, именно такие простые предположения, как правило, дают достаточно неплохие результаты. И действительно именно нормальное трезвое мышление основанное на простых вещах тоже необходимы и при компьютерном моделировании также. Потому что здесь все то же самое, только вместо шариков со спичками у вас будут какие-то программы, которые что-то делают, которые сами за вас что-то рассчитывают, но тем не менее основной принцип критического анализа все равно у вас в голове. Естественно, что формально компьютер не является необходимым инструментом для моделирования, из-за того, что я сказал. Основной инструмент моделирования это, конечно, человеческая голова и его понимание того, как все устроено. И естественно, что когда вы пытаетесь использовать компьютер, вы занимаетесь чем? Как работает программа? Почему программа быстрее человека? Потому что она берет и по циклу все перебирает и быстро-быстро работает. Правда ведь? что программа когда они что-то считают, они что-то просто перебирают все. Поэтому это быстрее человека, но человек не перебирает все. Человек может быть хитрее, он не станет перебирать все, он сразу пойдет по тому пути, который кажется ему эффективным. На этом примере построено наибольшее количество проблемы с шахматами. Формальный компьютер может просчитать все. Все ходы на все много-много формально. но мы все сами знаем, это занимает какое-то время. Все эти просчеты. И чем мощнее компьютер, тем меньше времени это занимает. Но тем менее считать ему надо. Ведь компьютер не может сказать, что в этой партии он начинает выигрывать. Как правило, у компьютеров ответ один. Да или нет. Ноль или единица. Поэтому в этом случае интуиция человека позволяет немножко срезать. Не перебирать все, а именно срезать. Поэтому конечно, как вы понимаете, что в таких случаях, когда компьютер перебирает все, все по циклу, то естественно здесь все напрямую завязано от скорости работы компьютера. Чем он быстрее работает, тем больше он успевает всего перебрать за то время, которое вы готовы ждать. Формально он может перебрать все, но это случится лет через 200. Это никому не нужно. Мы готовы ждать ограниченное время, потому что вам хочется публиковать статьи и отчитываться по грантам уже сегодня. Естественно, что чем больше вы насчитаете, чем больше вы получите какой-то информации о конформационных состояниях молекулы, то чем это лучше? А тем, что очень простой следует отсюда вывод, что если мы с вами считаем, что все-таки свойства молекулы определяются основной конформацией, те конформации, которые находятся рядом с ним, рядом с этой конформацией, естественно, вам желательно знать так называемый конформационный ландшафт, доступный для этой молекулы при данной температуре. Хотя очевидно, что при нуле градусов ландшафт будет составлять одну конформацию, скорее всего. Ну да, скорее всего одну, при бесконечном количестве времени. А если у вас не ноль, то конформации может быть какое-то количество. уже близких. И естественно, все это накопление информации о представленности этих информаций, о всем прочем, приводит к тому, что вам нужно накопить, чем больше информации накапливаете, тем точнее вы можете интерпретировать ваши результаты. Опять же, для чего нужны компьютеры? компьютеры нужны не только обыкновенные, но и супер для этих вещей, потому что чем больше системы, тем больше расчетов. Вот тут я скопипастил одно замечательное выражение, которое относится на самом деле к любым пользователям программ. Наверное, для вас не секрет, что программы пишут люди для людей, чтобы те могли пользоваться компьютером. Потому что по большому счету каждый человек формально мог бы по каждой своей задачи писать программу. Потому что вот он что-то придумал, вот он там умный, сел и написал. Но у нас в следующий момент есть разделение труда, которое призывает, что одни люди пишут программы, другие эти программы пользуются и анализируют результаты. Собственно говоря, и надо признать, что любая программа всегда предоставит какой-то результат. ну какой-то. Бывает так, что, конечно, сейчас, вот особенно все чаще, программы настолько умны, что они не предоставляют результат за видом абсурдных условиях. Они, точнее, там, выпадают с ошибками, говорят, что они вот это посчитать не могут, это посчитать не могут, значит, что многие вещи учитываются. Но, с тем не менее, в большинстве случаев программа всегда выдаёт какой-то результат. И вот если вы просто этот результат увидели и поверили ему на слово, то, собственно, говоря, вот это бред. Этого надо всегда избегать. И, собственно, говоря, там надо именно анализ того, что у вас получилось, это и есть основная работа человека в данном случае. то есть составить систему, запустить ее, считаться, это не самое главное. Самое главное разобраться в том, что получилось, насколько это достоверно, потому что в большинстве случаев это может иметь очень опосредованное отношение к реальности. поэтому в этом случае надо именно сосредоточиться на этом, на том, чтобы внимательно и последовательно изучать ваши результаты. Естественно, как я уже говорил, суть любого моделирования относится к анализу компромисса между точностью и скоростью расчетов. Формально вы можете взять самый точный расчет и получить ваши данные, как я говорил, уже через много-много сотен лет, даже используя суперкомпьютеры. Это не очень эффективно, это никому не нужно. Поэтому вы пытаетесь интуитивно, любой исследователь интуитивно пытается понять, какая степень точности ему нужна. Приведу очень простой пример. Допустим, вас интересуют какие-то светопоглощающие свойства какого-то вещества. Чем они вызваны, светопоглощающие свойства обычно? А? Ну, смотрите, у вас есть какой-нибудь фильтр световой на фотоаппарате. Почему он там желтенький? Да, потому что когда идет свет, этот свет вступает в резонанс с электронной системой, и у вас какая-то часть света поглощается. И внутрь проникает все, кроме поглощенного цвета. Правильно? Собственно говоря, тот момент был электронной системы. Это значит, что вам нужно знать, как живут и чувствуют себя электроны в этом веществе. Для расчета электронов вам нужно что-то очень точно считать. Всякие интегралы и все прочее. А вот если вас интересует уже, допустим, такой простой пример, как, ну, не знаю, вязкость раствора, нужно ли вам для этого пытаться считать состояние электронов? Если электроны обеспечивают эту вязкость, то, наверное, да. Теперь надо подумать, допустим, какое это вещество должно быть, чтобы там электроны обеспечивали вязкость. Никто не может придумать вещество, которое электроны обеспечивают вязкость. Это же известный пример физиков из теории большого взрыва. А? Да нет, ну, это, конечно, сильно замороженный гелий, который пытается твердое вещество найти, твердое состояние гелия. Поэтому здесь что можно сказать? Да, в отдельных случаях да, но это экзотический случай. А если вы захотите определить вязкость раствора глюкозы в воде, то для этого поверьте, электронные эффекты не нужны. Все, что нужно, это вам посчитать, как часто, как много образуют водородных связей глюкоза с водой. Водородные связи высчитываются по формализму геометрии, и здесь никакого электронного взаимодействия не нужно. Естественно, электроны не нужны, вам нужно положение атомов кислорода, водорода, из воды и сахара. И как результат вы можете что-то себе посчитать. Вот что значит упрощение. Естественно, то, что в данном случае вас интересует взаимодействие. Все определяется взаимодействием. Если это ковалентные взаимодействия, вам нужны электронные структуры. Если это не ковалентные взаимодействия, то возможно нужна электронная структура, но может быть и не нужна. Если какие-то другие столкновительные взаимодействия, то вам не нужна электронная структура гарантированно. Поэтому здесь зависит от того, что вам интересно. И здесь надо понимать, что все то, что вы делаете, определяется вашим пониманием системы. Конечно, можно все посчитать заранее очень точно, но это как правило неэффективно, ничего не приводит. Для чего нужна модель? Или вообще моделирование как таковое? Мы все можем с вами увидеть, допустим, сейчас. Мы открываем педебанк, смотрим, как блок выглядит, и сразу все понимаем. На самом деле моделирование нужно немножко не для этого. Моделирование нужно для того, чтобы мы смогли с вами сосредоточиться и на том понять, а что будет, если. в большинстве случаев то, что мы видим в результатах экспериментов, это данность. Мы, конечно, можем ввести кучу мутраций, еще чего-то, но это очень трудоемко. Но, с другой стороны, всегда человек хочет понять, а что будет, если что-то куда-то подвинуть, что будет, если что-то изменить и так далее. именно вот это гибкое логическое изменение системы возможно при существовании модели этой системы. А модель, она позволяет вам экстраполировать накопленные данные в ту область, в которых вы, допустим, не можете получить экстрементальных результатов. Такое тоже вполне может быть, что для некоторых объектов, для некоторых условий получить экстрементальные расплаты сложно. Естественно, что часто бывает, когда вы проводите моделирование, у вас получается много моделей. И, естественно, их анализ и вычленение значимых и незначимых компонентов этой модели позволяет вывести что-то новое. И ведь так гораздо удобнее работать, когда вы можете что-то предположить и проверить экспериментально, чем когда вы экспериментально проверяете все. Это очень простая логика. И, естественно, что из этого возникает, после того, как вы смогли себе что-то предположить и что-то проверить и доказать то, что ваше предположение верно и то, что оно разумно, вы можете себе в голове же поставить некое механистическое описание системы. Что значит механистическое описание системы? Ну, допустим, все знают, сейчас автомобили это сложные вещи, да? Вы открываете капот, а там пластиковая заглушка и ничего не видно. Ну, это у других автомобилей. В более дешевых вы открываете капот и видите мотор. Что внутри мотора, вы не знаете. вы видите какую-то болванку. И вы знаете, что в эту дырочку можно залить омывающей жидкости, а в ту же дырочку можно залить масло. Все, что вы знаете об автомобиле. Но, с другой стороны, если вы начнете его распиливать соответствующим инструментом, вы увидите, что там внутри есть цилиндры, в которых ходят поршни, внутри цилиндра сгорает топливо, и как результат у вас происходит некая полезная работа. И двигая все вот эти штучки постепенно ручками, добиваясь того, вы увидите, как у вас, когда вы что-то меняете, что-то двигаете, вы увидите, как работает двигатель. Как работает кривошатунный механизм, как работает передача, как работает спрыгск и все прочее. То есть, подвигав ручками, вы интуитивно начинаете понимать, как все это сложно системы работает. Конечно, можно это изучить на бумажке, но большинство систем, с которыми мы с вами сталкиваемся в нашей персональной деятельности, об этом ничего же еще не написано. Поэтому все, что нам остается, это пытаться потыкать, распилить, посмотреть ручками, подвигать и увидеть, как это действительно работает. Вот это есть механистическое понимание модели. Естественно, такое понимание может быть поверхностным, неполным, но тем не менее это хоть какое-то понимание того, с чем мы с вами имеем дело. Потому что чаще всего, когда мы говорим о белках или о чем-то еще, мы думаем, что это шарики, в лучшем случае, может быть, палочки, которые что-то делают. Это какой-то раствор, который что-то делает. В большинстве случаев это наше представление о том, с чем мы работаем. А вот было бы гораздо приятнее знать о том, что когда он при такой температуры не удвигается одна часть, эта часть что-то там делает, помогает связаться леганду и так далее. Вот. Вот, собственно говоря, что такое механистическое понимание системы, для чего нам нужно молекулярному биологу. Ну, блин. А, кстати, слово биинженер забыл. Это явно видишь нужно. Вот. Есть еще один этап моделирования, так называемое математическое моделирование. Это не, это об этом я, кстати, вам рассказать вообще не буду. Оно связано с тем, что когда вы имеете какую-то систему, которая состоит из множества, ну, не множества, а как минимум, из более чем одного процесса, то, естественно, эти процессы описываются дифференциальными уравнениями. Чем меньше концентрация входящих веществ, тем ниже скорость вот этого процесса, ниже скорость этого процесса, меньше скорость сопряженного процесса. Это все дифференциальные уравнения, и с помощью математического моделирования можно эти дифференциальные уравнения не то, чтобы решать в явном виде, но строить какую-то модель, которая упрощена, но позволяет подойти к решению вот этих вот дифференциальных уравнений и из этого строить кинетические модели допустим как того как работают группы ферментов в каскаде как кто-то с кем-то взаимодействует или например как быстро какой-то метаболит или не даболита лекарство может исчезать из крови венозной крови артериальной как угодно это на самом мире про это рассказывать не буду совсем потому что это ну не относится к макулярному моделированию это тоже вот один из вариантов математического моделирования я может быть косвенно об этом скажу когда буду говорить о марковских моделей моделях состояний ну некое предложение который сильно позволяет уже строить кинетические данные стоить кинетику на основе того что у вас происходит в моделировании и финальном на самом деле для чего все в принципе это нужно то что на основе вот это вашего понимания механистического это работает это попытаться создать что-то свое это дизайн как вы понимаете что дизайн в области химии это уже вещь стандартно то есть ведь как правильно уже где-то было озвучено исходно сам себе наука химии она уже не занимается изучением в большинстве случаев природных вещей все что делает химия сейчас и создает новое всегда что-то новое вот если вы откройте любую докторскую работу по химии то увидите что ключевая суть работы стоит в том что надо синтезировать там пару сотен новых соединений характеризовать их и показать что какая-то доля этих соединений имеет промышленно значимое значение либо какой то еще то есть идея очень просто то что люди уже настолько хорошо понимают химию органических соединений определенных классов что они просто берут и делают все что могут как результат потом что-то может что-то получится может что-то не получится именно так это сейчас и происходит это к сожалению не имеет никакого отношения к биологии биологии сейчас на текущий момент все что занимается тем что изучает то что есть что ты так все слишком сложно если опять же любая биологическая докторская диссертация связана с тем что вот мы нашли что-то нашли показали какой-то механизм и так далее ни слова про то что мы создали новый белок ни слова потому что мы создали новую бактерию нового там живое существо но тем не менее такие слова уже появляются поэтому тоже результатом любого исследования связанного с моделированием является результатом является именно дизайн дизайн и попытка создать что-то новое естественно что надо признать те в общем момент эти попытки имеют переменный успех но кто не пытается кто-то не добивается поэтому именно вот дизайн нового там белка новыми кислоты нас может чему-то продвинуть именно в понимании в итоге насколько того приманить там все хорошо понимаем как все это работает и создать создание того чего мы хотим ну и опять же пользу всему человечеству вот теперь немного концептов которые полезно знать для всех нас эти концепты на самом деле просто хочу ввести потому что я не вижу большого смысла не где-то говорить еще в отдельном виде сейчас расскажу быстренько значит что такое положение атома в пространстве естественно всем вы знаете что такое третичная структура белка открываете pdb видите третичную структура белка открывайте пдб файл видите что атом такой-то находится в такой точке пространства xyz да это называется кортезий координатная сетка и она очень проста вы каждому атом говорите где он находится однако есть еще и другой способ описания положения атома в пространстве взять какой-то атом в качестве центрального и построить такую z так называемую z-матрицу давайте попытаемся не разобраться как вы думаете что значит r1 а кстати это не переименовал но тем не менее дайте догадаемся где есть ошибка у нас есть центральный атом который связан который что-то а ох тут я ошибся тут должна быть еще еще одна строчка на которой просто написано c наверху значит если у нас есть первый атом он ни с кем не связан он центр а соответственно тогда второй атом он связан с предыдущим с помощью r1 на самом деле это должно быть r1 r1 и r2 значит если этот связан с предыдущим то потом идет третий атом третий атом может быть связан с какими атомами с первым и вторым соответственно здесь написано что он вот этот водород связан с первым на расстоянии таком-то под таким-то углом ну и так далее собственно говоря теперь давайте посмотрим у нас тут переменных сколько много да ну что здесь 6 атомов 6 атомов нужно 3 17 значений да здесь значение всего 4 но еще есть информация о кавалентном эквивалентной связи о том токен связ то есть получается что в итоге если у вас в ходе моделирования вот эта информация не меняется а меняется только значение гораздо меньше переменных а у вас угол может быть образован опять-таки с любым комбинацией атомов из трех мы должны указать каким из атомов он образует угол то есть ну давайте здесь если если 10 c как вы думаете какая-то молекула а и цельян естественно это легко можно угадать даже по этому углу 120 градусов между 7 значит и вытеление как можно посчитать угол как мы ждать его положение водорода 3 до по счету это конечно если у вас первые два атома углерода то положение водорода указывается как угол между водородом атом с которого связан водород и еще один углерод а вот теперь вопрос что это такое правильно торсионный угол естественно что торсионный угол у вас может возникать только на четвертом по счете атома так минимум потому что на третьем он не может быть в принципе вот на основе вот собственно вот такой вот системы координат работает вот это вот розетта это программа которая с которым с вами будем делать ну и некоторые квантово-химические программы также значит здесь есть некоторые особенности допустим может быть не очень понятно как хотя и циклы здесь тоже можно делать легко здесь просто указываете с кем связывается какой-то атом и все естественно что если у вас не происходит изменение вот это вот матрицы связи то изменение трехмерной структуры будет разводиться только за счет изменения трассионных углов правда ведь потому что обыкновенные углы изменения структуры не влияют это понятно то есть пространственные структуры или непонятно потому что любой угол это три точки это одна плоскость это всегда плоскость вот и все поэтому чтобы перейти в объем вам нужно менять трассионные углы вот такой простой пример о том как может неожиданно измениться представление о том как работает система координат она может быть разным естественно для некоторых случаев кстати в случае электронов нам будет гораздо интереснее считать все сферической системе координат ну я решил это здесь не показывать потому что все равно он еще с этим надоем вот значит у нас есть такое понятие появилась потенциальной энергии как вы понимаете что ведь чисто теоретически эта поверхность зависит от всех координат атомов правда ведь если она зависит от всех координат атомов как можно рисовать такую поверхность если у вас атомов пять значит у нас должен быть шестимерный график пять осей и шестое это энергия поэтому себе надо всегда легко быстро в голове представить что это невозможно отобразить на бумажке поэтому надо придумать какой-нибудь способ отобразить попроще вот тут есть все примеры на эту тему вот смотрите это потенциальная энергия которая зависит от координат от двух расстояний это срез здесь мы на самом деле это трехмерный график он выглядит как двухмерный чем краснее цвет тем хуже энергия чем синее тем лучше вот здесь значит ямка поглубже здесь в общем и так далее вот это ее аналог только в трехмерном пространстве в принципе это можно было мерцать как график значит надо было правильно представить как график когда у нас здесь изменяется одно состояние а здесь просто энергия как зависит от графика но это все знают и все это понимают поэтому я решил не проводить вот как выглядит это в 3d пространстве ну да несколько сложно но тем не менее а вот этот вариант 4d графика когда у нас есть три переменные и четвертая у нас энергия естественно так называемые объемный волюметрик дата по-английски а по-русски объемные данные ведь как работает какой-нибудь мрт он говорит какая плотность вещества определенной точки пространства правда здесь то же самое есть пространство образованное заданными вами координатами и можно сказать какая там энергия и нарисовать вот что значит поверхность потенциальной энергии и как вы видите в данном случае вот это трудно сказать поверхность какой-то объем потенциальной энергии ну пожалуйста это зависит от того как вы хотите представить свои данные но тем не менее когда просят когда идет обсуждение поверхности потенциальной энергии для вещества в котором явно больше чем два атома вы можете честно сказать что вам нужно какое-то упрощение какой-то параметр в котором следите то есть если там три атома то это только волюметрика а если четыре и более то надо что-то выискивать какие-то другие другое описание а не координату которая помогла бы вам построить эту поверхность вот тут на самом деле вопрос относится уже к некому историческому аспекту раньше люди путали ну лет 10-15 назад о том что такое моделирование и что такое визуализация так вот когда они видели что на компьютере есть структура белка думали что вот это вот и все есть использование компьютера для отображения их биомолекул тем не менее и когда-то естественно вся эта компьютерная графика была дорогим удовольствием по понятным причинам потому что если вы вспомните как выглядели компьютерные игры лет 15 назад и как сейчас вы можете понять что некая есть разница в отображении 3d данных тогда и сейчас поэтому естественно что в связи с развитием вот всей этой индустрии мы тоже от этого какой-то профит поимели то что у нас есть мощные 3d карточки которые нам позволяют рисовать любые 3d объекты в больших количествах на экранах наших компьютеров вот и за недорого потому что это массовый продукт раньше это не было массовым продуктом поэтому было дорого но тем не менее надо всегда понимать что визуализация молекул это визуализация молекул это не моделирование но визуализация это первый шаг анализа результатов моделирования ведь у вас что-то насчиталось вы можете сразу начать перебирать все возможные интересующие вас результаты этого счета то есть какие-то расстояния какие-то там переносы и так далее а можете просто посмотреть посмотрели увидели что да вас интересует только это и больше не мучиться с анализом теперь поверхности молекул это немножко вещь странная как вы думаете согласно с современным представлением о строении мира ведь каждый электрон может находиться в любой точке в любой точке это место вселенной с определенной вероятностью правда ведь просто электрон из моего пальца с какой-то вероятностью в моем пальце а с какой-то вероятностью где-то там далеко вот гораздо меньше но тем не менее поэтому нарисовать электронную поверхность в принципе нельзя догадываетесь почему да вы можете все что сказать это сделать сверх срез по вероятности это вам рассказывали в курсе про это да про структуру вот поэтому чаще всего поверхности стараются представить по-другому их стараются представить как если бы мы пытались как выглядит бы белок если бы мы по нему катали какие-нибудь шарики вот допустим в случае экстратической поверхности мы стали бы катать по нему по этой поверхности шарик какой ну вот смотрите у нас есть белок да у нас есть белок да давайте еще раз повторю у нас с вами есть белок это координаты атомов в пространстве как построить статическую поверхность для этого белка электростатическую а да надо тыкать во все точки пространства единичный заряд и там где заряд притягивается с одной силой вы ставите точечку и отмечаете ее синеньким где она отталкивается потому что там могут быть разноименные заряды с такой же силой вы ставите красную точечку там где он у него ничего нет экстраполируйте на нулик вот таким образом строится поверхность электростатического заряда это просто как называется проб пробирование каждой точки пространства в случае же с водорвальцевыми поверхностью все то же самое водорвальцевая поверхность догадываетесь что это такое да поверхность которая была образована если вы нарисуете все вдорвальцевые радиусы но как правило вдорвальцевые радиусы они у вас представляют в виде шариков а ведь это не очень правильно потому что вот в ложбинку между шариками никто залезть не может там очень узенько поэтому для этих целей используется сфера с помощью которой катают вокруг атомов это сфера как правило размером с воду таким образом у нас получается поверхность которая доступна в воде в реальности они выдрывали свою поверхность ну это вот такие вот маленькие а еще два слайдов это маленькие концепты которые просто полезно знать которые чтобы потом уже к ним не возвращаться и здесь я хотел бы сконцентрироваться на том что программное обеспечение которое у нас на сегодняшний момент есть оно бывает разных типов есть интегрированное программное обеспечение которое как правило подается за деньги я объясню почему потому что иногда проще купить дорогую программу и посадить неопытного человека за эту программу чтобы он тыкал и получал одну и то же один и тот же вариант один и те же результаты чем платить большую зарплату опытному человеку который может получать работать с гибким инструментом но ему за это нужно много денег платить поэтому на сегодняшний момент существует два типа основных типов программного обеспечения интегрированное которые могут делать все но делают это плохо и не гибко либо программное обеспечение которое делает конкретные вещи но очень гибко и это не интегрированное соответственно получается что программы для расчетов они консольные программы для визуализации они отдельно они между собой никак не связаны и поэтому приходится строить какие-то мостики для того чтобы соединить одно с другим но это дает вам выигрыш в том что вы можете все это адаптировать под те случаи которые вы хотите вот ну естественно что запускать софт на суперкомпьютере выгодно из консоли почему ну хотя бы потому что не так уж много в мире суперкомпьютеров построены на базе microsoft windows есть такие но почему то они не пользуются популярностью наверное догадываетесь почему вот тем не менее значит получается что в консоли вы можете задать какую-то команду в один раз ее написали она считается это вот так поэтому это удобно и выгодно если вы хотите уже посмотреть результаты то есть смысл сначала скачать результаты к себе на компьютер и открыть уже на компьютер который имеет хотя бы монитор и этим увидеть результаты визуально естественно что когда мы говорим о компьютерах то у нас чаще всего люди пытаются перености расчеты на серверы что значит вот я сейчас возьму свой ноутбук поставлю на него этот громокс и у меня будет пять суток считать а как же почта как же вопросы студентов на эту почту естественно что это все неудобно поэтому чаще всего выносится все это все эти расчеты на отдельно стоящие компьютеры которые являются учительными комплексами в данном случае вы знаете что у нас есть в МГУ это помоносов чебышев суперкомпьютеры ну и куча еще маленьких кластеров которые интересны всяким людям интересующихся этим вот поэтому у нас тоже должно в голове сложиться такое ощущение что гораздо выгоднее послать куда-то задачу считаться и уйти спокойно заниматься своими делами чем пытаться все посчитать на своем домашнем компьютере а того хуже еще может быть на своем телефоне сейчас тоже бывает вот поэтому если вы куда-то что-то посылаете разумно то естественно что вы посылаете это как-то по сети а передача графического интерфейса по сети это вещь мутная неудобная поэтому чаще всего опять-таки приходится возвращаться в консоль и в ней работать поэтому чаще всего получается так что вычислительные требуемые задачи они выполняются полностью в консоли так и кажется мне надо заканчивать да ну и детальный анализ используется на колене машины вот это все что я хотел сказать о том что о чем все это это все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...